Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 14 декабря. В этот день в 1926 году родился Эдуард Александрович Розовский, советский и российский кинооператор, народный артист Российской Федерации. Педагог, профессор, заведующий кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения, мастер-курса операторов кино и телевидения. Эдуард Александрович был оператором 78 фильмов, среди которых «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки», «Белое солнце пустыни». Эдуард Александрович, дорогой, я подумал, что с момента выхода фильма «Человек-амфибия» прошло уже полвека. А интерес у зрителей тот же. Восхищение и неосвобивающий интерес. Расскажите, интересно просто, очень интересно, как тогда с такой техникой могли быть сделаны эти потрясающие, не воздушные, я по привычке говорю, подводные съемки. Ну, дело все в том, что вот глядя вот этот материал, который сейчас снят вашим учеником, и то оборудование, которое было предъявлено и показано, конечно же, это не может сравниться с тем, что происходило у нас, потому что это была первая картина подводная, потому что все то, что происходило до «Человек-амфибии», и то, что считалось вообще фильмами с подводным материалом, было снято с помощью комбинированных съемок, когда перед камерой стоял аквариум с мелкой рыбкой, такой, водорослями, а за аквариумом шли уже муляжи там и все остальное. Принцип «Амфибии» заключался в том, что мы должны снимать в открытой воде, автономно, не будучи привязаны ни к какому плаву, средству, ни к берегу. Короче, начало «Человека-амфибии» – это была чистая авантюра, потому что никто ничего не знал, и надо было начинать все с самого начала. Поэтому первое, что было сделано, это группа, которая должна была работать под водой, отправилась в водолазную школу, и в течение полугода проходила премудрость всей водолазной науки. Потом сдали водолазные права, получили права легких водолазов, в правом погружении до 40 метров. Ну, а дальше уже начались экспериментальные работы и поиски. Значит, надо было сделать камеру, надо было сделать боксы, надо было понять, как это делается все, ведь никто же ничего не знал, опыта-то ведь не было. Ну, в общем, короче говоря, как говорится, методом проб и ошибок, значит, делали все. Клеили ласты, потому что ласта тоже не было. Вот эта вот современная маска, это предел мечтаний. Тогда мечтать не могли. Тогда мы брали просто кусок оргстекла, значит, закатывали его в резину, а дальше уже, значит, пристраивали как угодно. Короче говоря, опыта не было, но мы его постепенно наращивали и старались как-то прийти уже к нормальному результату, потому что от нас требовалось на подготовительном периоде показать какой-то эпизод из будущего фильма. Часто задают вопрос, ведь съемка шла не на видео, а на кинопленку, на 35-миллиметровую пленку, профессиональную пленку. Камеры ведь были большие, тяжелые, я их хорошо помню и знаю. Какая камера боксировалась у вас? Конвас-автомат. Классический конвас? Классический, классический конвас-автомат, под него были сделаны боксы. Правда, у нас не было широкоугольной оптики в ту пору. Это беда. Вот, поэтому для того, чтобы получить нужный угол зрения достаточно широко, мы связались с институтом оптическим. Ленинградским. Ленинградским. И нам помогли, нам сделали вообще иллюминатор бокса. такой, как будто это насадочная линза, конвертер. Конвертер. Вот. Мало того, что это просто расширяло угол, но еще я просил, чтобы было сделано виньетирование, то есть, с тем, чтобы края кадра затемнялись, таким образом, создавая вроде бы как искусственную какую-то глубину, искусственную перспективу. И эффект присутствия тем самым усиливался. Самые большие сложности были с осветительной аппаратурой, потому что первоначально мы просто брали 10-киловаттные приборы, изолировали бакелитовым лаком контакты и опускали их под воду. Как вообще никого не убило, до сих пор непонятно. Вы полвека думаете, наверное, Ну, у нас же вообще идет разговор о том, что, несмотря на все созданные условия, никто не утонул. И получился шедевр. Уж теперь можно об этом говорить? Ну, во всяком случае, в прошлом году, позапрошлом году, нас пригласили во Францию. Это те, кто работал с Кусто, президент французской подводной академии господин Мерсье пригласил нас, где во Франции впервые, значит, было сказано о том, что 45 лет со дня выхода картины человек-амфибия. Причем, во Франции это отмечали, а в России нет. Да, я знаю об этом. Но, правда, после того, как во Франции отметили, в России тоже, в общем, отметили выход картины человек-амфибия. Но вы скоро мы промолчали, о высказывании самого Кусто, который сказал, что в свое время царство небесное, что человек-амфибия это шедевр, а услышать от Кусто такую похвалу это дорогого стоит. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Конечно, я согласен. Это приятно. Это приятно, хотя, в общем-то, понимаете, картина человек-амфибия делалась на чистом энтузиазме, потому что тогда вообще к кинематографу относились значительно лучше, чем сейчас. И когда нам нужна была помощь каких-то производств, в частности, нам нужно было получить компрессор. И на Адмиралтейском заводе нам выдали компрессор, списанный с немецкой подводной лодки четырехступенчатый дизель-компрессор, который качал за три минуты 250 атмосфер. И к этому компрессору дальше мы сделали уже систему очистных сооружений, для того, чтобы и обеспыливание, и все остальное, и все, чтобы был чистый воздух. Короче говоря, все, начиная от подводных штативов клюшек и кончая съемочной камерой и осветительной аппаратурой, было все сделано. Сегодня, когда смотришь вот этот ролик, который был снят на картине, все улыбаются, потому что вся аппаратура, которая была сделана, она выглядела чудовищно по сегодняшним понятиям и временам. Ну, в общем, все это было сделано и помогло снять картину. Довольно сложный был выбор натуры, потому что в течение двух месяцев, начиная от Феодосии до Севастополя, мы плыли вдоль побережья в поисках наиболее интересных мест и тогда остановились вот на двух бухтах. Это бухта Ласпи и бухта Бательман, где наиболее чистая вода. Вот, и если Кусто говорил, что в Красном море прозрачность воды достигает 90 метров, то в наших условиях, в наших бухтах где-то прозрачность достигала там порядка 19-20 метров. Но я уж не говорю о том, что для того, чтобы снять картину и снять все то, что происходило бы в кадре, был построен подводный вольер. Расскажите немножко о подводном вольере поподробнее, потому что наши зрители и все, кто интересуется этим вопросом, не очень себе это представляют. Что такое подводный вольер? Дело в том, что, может быть, вообще не надо было этого делать. Но было живности. И поэтому мы хотели, сделав вот этот подводный вольер, который имел 75 метров в ширину и 120 метров в глубину, значит, начинался он на 14-метровой глубине и заканчивался мористе на 17-метровой глубине, поэтому на гундерах, на столбах были поставлены сети, которые окружали вообще весь этот и черноморские рыбаки на филюгах привозили нам рыбу мелкую, выпускали в этот вольер, туда же из-под синопа привезли вообще дельфинов в ваннах, тоже запустили в этот вольер и таким образом вроде бы мы имели возможность всегда перед камерой видеть вообще какую-то живность. Ну, а что касается вообще декорационных дел, то на дне, на бетонных основаниях были поставлены кораллы, актинии, в общем, все морские водоросли, естественно, сделанные вообще достаточно примитивно. Эдуард Сусанович, фантастически это слышать даже, а представить, вообразить такое, даже в современных, сегодняшних условиях такое создать, не каждый продюсер бы пошел на это, я думаю, потому что грандиознейшая работа была проделана. Конечно. Надо объективно сказать, даже прошло 50 лет, но такое сооружение сделать под водой, грандиозное по своим масштабам, я думаю, сегодня вы задумались, прежде чем приступить. Да, в общем, я с вами совершенно согласен. Другое дело, что, может быть, сегодня я бы и не стал этого делать, потому что, в конце концов, я придумал конструкцию, она напоминала такой раструб, такой, сетчатые стенки, передняя стенка была сделана из оргстекла, значит, и вот этот вот раструб крепился непосредственно к объективу камеры, а внутри вот этого подводного аквариума запустили туда просто мелкую рыбку, поэтому всегда, куда бы камера не повернулась, у меня всегда перед объективом плавала какая-то живность, таким образом можно было бы обойтись вообще без этого большого вольера, но что сделано, то сделано. Ну да, как говорят, хорошая мысля приходит опосля, когда есть опыт и наработки, это уже сейчас кажется, что можно было, а тогда, когда сроки производственные, и надо было еще учитывать, что вот-вот денежки идут, затраты идут, полезного метража нет, а начальство требовало и полезный метраж, и высокохудожественное изображение, а оператор отвечает за все, и всем наплевать, потому что последний человек, который изображение, и единственный всегда оператор, главный оператор, постановщик, а это был Розовский, молодой, горячий, который рвался в бой, как и сейчас. Так вот, в подтверждение того, что вы только что сказали, в связи с тем, что шли дожди, даже так, вода становилась смутная, снимать было нельзя, поэтому, значит, группа стояла, естественно, шел перерасход денег, которых было на картине очень мало, кончилась вся история тем, что мне было вменено в вину перерасход средств в миллион рублей лично за мой счет. Я надеюсь, это не повлекло прямых, так сказать, затрат ваших. Я надеюсь, нашлись умные головы, которые поняли, что это? Ну да, нашлись, меня исключили из партии. На этом все и закончилось. Нет, но дело не в этом. Дело не в этом. Потому что, действительно, никто не знал, что такое подводные съемки. И поэтому с мета-картины была рассчитана по самому минимальным расценкам, по самой простой картине. Не было элементарного опыта. Так никто ничего же не знал. По каким ценам, какие расчеты вести, по затратам, по прямым затратам, по заказам. Там же было много индивидуальных заказов. Те же заводы, те же институты, те же лаборатории. Как же, это же невероятно. Вы знаете, вот я вашему ученику, Алёше, рассказывал по поводу аквалангов и по поводу того, как мы дышали. Да, да, да. Такой. В связи с тем, в связи с тем, что воздух надо было экономить, потому что мы не могли подвозить все время акваланги, и это очень нас сильно лимитировало, поэтому было принято решение. Надо же под водой дышать не более шести вдохов в минуту. Ну, естественно, значит, все это за собой влекло. Во-первых, инфизему легких, потому что легкие раскачали до такого состояния, что они как воздушные мешки были. Кого это волновало тогда? Никого. Никого. Никого это волновало нас. Я думаю, простите, за маленький кломбур. Покойный Кустос, Царство Ему Небесное, не знал этой детали по поводу шести вдохов в минуту и не Бог больше. Сейчас сказать, кому это, просто как преступление. Ну, вот, я ведь, Алеша это рассказал, потому что я смотрел, когда вы демонстрировали оборудование, и когда Алеша плавал в бассейне, я следил за тем, как он дышит. Просто я видел, как работает легочный автомат, как выбрасывается в воздух из акваланга, и после этого я ему сказал, Лешенька, нам-то дышать приходилось в три раза реже. Я говорю, ну, ничего. Поэтому я всегда улыбаюсь, когда современные ребята, которые занимаются дайвингом, которые владеют, у них собственные эти потрясающие дорогущие аппараты, когда они говорят, ты знаешь, дышалось, тяжело, что-то мне не хватало. Я говорю, ребята, вам просто не хватает умения еще, опыта, а остальное у вас с избытком даже. Вам должно всего хватать, а все остальное это вы придумаете плод вашей фантазии насчет не хватало. знаете, такие идут, ну, штучки, как бы, похвастать порой, как молодые любят. Вот у тебя американский аквалан, у тебя оборудование, трубки особые, какие-то, марки, а у меня английские. Вот английские, они считаются этой моделью лучше, чем мои. Поэтому, конечно, тебе легче там было под водой. А у нас воздушные трубки, то, что называется шнорхель, были, значит, из противогаза. Из противогаза? Да, из противогаза шланги, значит, и в эти шланги металлическую трубку в наконечник, значит, здесь закрепляли ее резинкой у виска, для того же, чтобы она торчала. Чтобы она торчала вертикально. Ну, да. Чтобы вертикально. Это кошмар. Так что... Да, есть, что вспомнить. Да, хорошо, что вспоминается с улыбкой. Конечно. Это хорошо. Конечно. Спасибо. Спасибо, дорогой. Это так интересно. Спасибо вам. Спасибо вам. Я думаю, что мы на этой оптимистической ноте закончим, наверное, наш небольшой первый разговор. И хочу пожелать Эдуард Александрович, чтобы он был не последний. Потому что еще много мыслей, еще много всяких интересных каких-то идей, которые бы хотелось с вами оговорить, обсудить. И, может быть, еще Бог даст, наши ученики это будут притворять в жизнь. Поэтому спасибо вам еще раз от нашего коллектива. Я думаю, мы и операторы, и коллектив, и все, кто захотел это все сделать, устроить, и помогли нам, они будут ждать следующей встречи. Спасибо. Так что, до новых встреч. Я с вами не прощаюсь. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok